всем привет меня зовут денис и сегодня я представлю вам топ-5 ароматов унисекс конечно если вы являетесь постоянным зрителем нашего youtube канала то прекрасно знаете что в подавляющем большинстве случаев мы с коллегами всегда говорим что в целом вся парфюмерия грубо говоря считается унисекс потому что не буду даже повторять эту историю про сержа лютанца и салат который наверное все уже сто раз слышали просто в принципе все сводится к тому нравится вам аромат или нет на самом деле у меня в последнее время немножечко меняется представление о том о чем я говорю так как в целом в моей голове есть какая-то наверное все таки система более мускулинных и более феминных нот и с чем связана сегодняшняя подборка когда я ее составлял я постарался действительно скажем так угодить всем причем как мне кажется когда люди говорят об ароматах унисекс здесь главное угодить именно мужской части аудитории потому что у девушек как правило нет проблем с тем чтобы своровать парфюм с полки парня мужа и так далее а вот как раз таки у мужчин бывают с этим проблемы поэтому я постарался подобрать ароматы которые действительно подойдут как мужчинам так и девушкам более того ориентировался на то что сейчас лето и собственно говоря мне кажется что любая из пяти композиций идеально подойдет для теплого времени года поэтому предлагаю уже наконец-то перейти к ароматам первый аромат о котором не хотелось бы рассказать вероятно известен подавляющему большинству наших зрителей но тем не менее я не мог не включить в эту подборку это конечно же небезызвестный жоз от айзенберг эта версия именно мужская у меня на полке никогда не было этого аромата хотя я его очень и очень люблю и на данный момент он у меня представлен лишь в отливанте но я серьезно задумываюсь над тем чтобы все-таки его полноценно офлаконить о чем же этот аромат наверное тоже ничего нового не скажу это одно из самых знаковых скажем так сочетаний лаванды с кофе в парфюмерии есть и другие вариации на эту тему но все-таки всегда наверно все возвращаются к жест я очень люблю это сочетание может показаться что она более актуально для осенней поры но по моему мнению идеально подойдет и для лета этот аромат как вы уже наверное могли понять из моего комментария маркирован как мужской тем не менее существует женская версия и мужская и он не является унисексом но однако в принципе я знаю что есть люди которые любят мужскую версию или женскую но оба аромата действительно более менее про одно просто там смещены акценты поэтому если вдруг вам по тем или иным причинам не подходит мужская версия присмотритесь к женской и наоборот но для меня джоз от айзенберг это тотальный унисекс на тему кофе и лаванды следующий аромат прямо заявлен как унисекс и я говорю о композиции к их анпертинам от бренда мюглер этот аромат есть на моей личной полке и вот уже какое-то весьма продолжительное время ходят слухи что бутиковую линейку мюглер лизыкс и псиом снимают с производства поэтому я настоятельно рекомендую вам присмотреться к ароматам из этой линейки если вы откладывали это в долгий ящик вся бутиковая линейка мюглер обыгрывает классические направления парфюмерии но в интересных и необычных интерпретациях здесь же у нас кожаный аромат но дополненный они сам и табаком опять же может показаться что это сочетание идеально подойдет для осенней пары но я прям заклинаю вас попробуйте вот такого рода композиции в теплую и прям скажем так горячую погоду когда на улице плюс 25 и выше если вас это пугает попробуйте начать может быть с одного пшика или даже войти в облако пряные смолистые древесные плотные композиции идеально раскрываются в такую погоду поэтому попробуйте это сделать как уже сказал начните с малого ну а дальше возможно вы втянетесь и войдете во вкус следующий аромат однозначно идеально подойдет для летнего времени года более того это достаточно редкий бренд он действительно не часто встречается в наших видео я говорю о бренде милле роберто аромат мента и мента у многих людей есть запрос на мяту в парфюмерии но как правило по крайней мере насколько мне известно все таки этот запрос достаточно тяжело реализовать да есть ряд композиций в которых эта нота заявлена но все равно что то не то вот здесь как мне кажется именно то что многим нужно по крайней мере мне точно пирамида аромата совсем небольшая во первых это конечно же мята чайный лист жасмин цитрусы и как же он хорош я здесь чувствую однозначно мяту который растет на моей даче как вы это прекрасно знаете и вот когда я подхожу к мяте растираю ее между пальцами это для меня вот тот запах может быть он конечно будет держаться не все время звучание аромата и спустя какое-то время мята перейдет в что-то более порошковое или даже будет ощущение немножечко зубной пасты если же говорить про ароматы унисекс то эта композиция идеально сюда вписывается мне кажется что в подавляющем большинстве случаев вообще освежающие какие-то травянистые цитрусовые ароматы они будут унисекс но если там конечно есть элемент сладостью то наверное более феминная будет композиция но здесь это присутствует но совсем совсем чуть-чуть поэтому советую присмотреться всем если ищете что-то освежающее и тотальный унисекс следующий аромат от тоже весьма и весьма редкого бренда который мне кажется вообще никогда у нас не фигурировал но поскольку я его достаточно хорошо знаю решил вам про него рассказать и пустить в массы аромат от бренда пинтеладжес который называется этюд 11 левю как я уже сказал бренд действительно достаточно редкий и мне кажется что если вы хотите выделиться то он однозначно подойдет концепция какая насколько мне известно все аромата их достаточно немного порядка пяти посвящены тем или иным органам чувств и восприятию собственно говоря левю это прозрение честно говоря не смогу прокомментировать насколько соотносится мое видение тех или иных органов восприятия и то что заявлено здесь но мне кажется вообще немножко скажем так странно попытаться как-то интерпретировать зрение слух и так далее но задумка однозначно интересная и нетривиальная если говорить про пирамиду то опять же для меня это стопроцентный унисекс это достаточно смолистая и пряная композиция пирамида аромата достаточно большая целое буйство нот во-первых альдегиды во-вторых смолы перец кедр ирис то есть принципе очень очень много всего но если же попробовать все это собрать воедино то звучание композиции действительно во первых как я уже и сказал но повторюсь очень унисексовое во вторых больше скорее смолистопряная но при этом альдегиды с ирисом очень интересно добавляют здесь воздушности и в целом вот эти смолы с деревом не придавливают вас а там появляется действительно чем дышать резюмируя могу сказать следующее во первых стопроцентный унисекс во вторых если вы боялись и плотных смолистых пряных древесных композиций присмотритесь к этому аромату потому что все-таки ирис альдегиды придают здесь воздушности и действительно в композиции можно дышать при этом нет какой-то сладости помадности поэтому композиция не скатывается в более феминную сторону по-моему все идеально настоятельно рекомендую присмотреться именно к этой композиции если ищете что-то нетривиальное и не плотные смолы и древесину последний аромат на сегодня но мне кажется самый интересный во первых это аромат унисекс во вторых это горячая новинка от бренда киллиан и в третьих он идеально подходит мне я говорю про композицию blue moon от бренда киллиан я не могу себя назвать прям фанатом этой линейки я имею флакон один левыхт который посвящен абсенту у меня же было розы зон а из как будто бы мне нужен angel share и вот получается что в целом я по сути фанат линейки но если говорить про новинку то конечно это очень интересно сейчас расскажу во первых хочется начать с флакона я просто обожаю этот форм-фактор и здесь все идеально сложилось вот такой прям градиент от прозрачного к мне кажется глубоко синему голубому и к сожалению не владею всеми вот этими новомодными названиями цветов поэтому для меня это просто какой-то вы глубокий голубой и сама же композиция посвящена имбирю и водки по крайней мере они заявлены в пирамиде и это однозначно очень хорошо передано здесь здесь очень хорошо считывается все что заявлено в пирамиде здесь есть и кислинка лимона здесь есть это же такой вот кисло-пряный аспект имбиря я бы сказал именно маринованного здесь есть водка и амброксан который также заявлен мне кажется что во первых это идеальная унисекс композиция это раз во вторых она очень хорошо подойдет для многих сезонов летом это будет освежать зимой будет подчеркнута колкость в какие-нибудь морозы так что пока что резюме такое я очень доволен новинкой буду ее разнашивать и как мне кажется флакон может стать на мою полку во первых из-за цвета во вторых потому что мне кажется моему лёг вверх одному грустновато и нужно пара в общем новинка классная теперь и вы попробуйте составить свое мнение на сегодня это были все ароматы которые мне хотелось вам представить конечно ароматов унисекс намного больше я имею ввиду ароматов унисекс именно и по звучанию и когда так заявляет сам производитель мне же захотелось собрать как мне кажется действительно унисексовые ароматы здесь мы не скатывались не сладость не в цветы горячем на любимые поэтому для меня это было даже немножко сложно как увидите здесь ни одной туберозы ни одного сержа лютанца я надеюсь что вам было интересно смотреть это видео более того оно было вам полезным и если вы рассматриваете покупку предположим аромата на двоих то вам однозначно стоит присмотреться к одному из пяти ароматов или даже к нескольким ссылки на все представленные сегодня ароматы вы найдете в описании под этим видео перейдя по ним вы сможете подробнее ознакомиться с пирамидами прочитать отзывы других пользователей и конечно же узнать цены на сайте духи.рф в комментариях под этим видео поделитесь какие ароматы по вашему мнению подходят к категории унисекс давайте соберем увесистый список который поможет другим нашим зрителям также не забывайте подписываться на канал если вы этого еще не сделали ставьте лайк этому видео если она вам понравилось и конечно же нажимайте на колокольчики чтобы не пропустить наши новые выпуски с вами был денис большое спасибо за внимание и до скорых встреч а 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